Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о зимнем укрытии растений. В суровых условиях зимы нашим растениям действительно порой бывает очень тяжело, особенно в последнее время, когда климат стал просто непредсказуемым. Иногда морозы сильные сменяются сильными оттепелями. Растению действительно довольно тяжело пережить вот этот вот период, но зачастую им тяжело этот период пережить благодаря нам, благодаря нашей нерадивости, благодаря тому, что мы не знаем и не умеем правильно ухаживать или укрывать растения. Давайте более подробно. Многие, особенно начинающие садоводы, совершенно неоправданно считают, что укрывать буквально все растения нужно на своем участке. Это не так, это миф. Дело в том, что, как правило, приобретая растения в садовом центре в своем, вы приобретаете районированные сорта какие-то, которые приспособлены к вашим каким-то зимним условиям, достаточно морозостойкие. Да, есть растения, которые все-таки, может быть, потребуют укрытия. Ну, какие? Флоксы, розы, лилии, рододендроны. Действительно, стоит о них позаботиться. Но здесь не стоит переусердствовать. Вот, скажем, розы. Самое интересное, что зимой большая часть роз погибает не от вымерзания, а наоборот, от выпривания. Дело в том, что их могли, например, накрыть слишком рано, еще до наступления таких хороших холодов, либо, наоборот, раскрыли слишком поздно, когда уже началась весна, когда уже положительные температуры. Растения под укрытием просто начинают выпривать и погибать. Точно так же, как я сказал, климат в последнее время очень неустойчивый. Морозы сменяются оттепелями. В результате этого растения то оттаивают, то опять ударяют сильные морозы и промерзают. В результате образуются морозобоины, трещины на стволах, подгнивание корней. Поэтому имейте в виду, даже укрытое растение все равно может погибнуть, если вы что-то делаете неправильно. Вообще укрытие это не панацея. Да, оно позволяет, так сказать, улучшить зимостойкость растений, но это не панацея. Гораздо важнее, как всегда говорю, комплексный подход к решению этой проблемы. Это правильное место посадки, это правильное удобрение, своевременные поливы. Это целый комплекс вот таких агротехнических мероприятий, на которых я сейчас остановлюсь. Вот первый такой важный агротехнический прием подготовки к зиме – это окучивание ваших растений. То есть насыпание вот здесь вот у основания его дополнительного слоя земли. Ни в коем случае не надо здесь же брать эту почву и насыпать ее ближе к стволу. Эту почву нужно взять в другом месте вашего сада, иначе получится, что вы где-то оголяете даже корни. Поэтому приносите с других мест и насыпайте вот таким, вот как у нас здесь насыпана целая полоса, все эти растения окучены, так сказать. Для чего это делается? Ну, во-первых, под слоем дополнительным земли почва гораздо дольше, так сказать, промерзает. И второй вариант – уже весной, когда начнет таять снег, эти воды будут по вот этому склону как бы стекать от растения. Растение не будет выпривать, вот там не будет стоять в луже воды растаявшей. Вот это окучивание лучше проводить не просто землей, а лучше проводить компостом или торфом. Почему? Эти материалы рыхлые, они не слеживаются, соответственно, гораздо дольше будет промерзать под ними земля. Они будут более долго держать тепло. Ну и потом весной они будут служить дополнительным удобрением вашему растению. Конечно, одним окучиванием дело не обойдется. Отличный укрывной материал, особенно для маленьких или молодых растений, это хвойный лапник или опавшая листва. Но имейте в виду, что хвойный лапник – вещь, конечно, хорошая. Он действительно хорошо держит снег, хорошо держит тепло вокруг растения. И самое главное, что спасает еще и от грызущих всяких животных, ну типа мышей. Но имейте в виду, что заготавливать его надо в лесу. И заготавливать, честно говоря, можно только в тех местах, где производится санитарная вырубка или плановая какая-то вырубка уже со срубленных деревьев. Просто так идти в лес и ломать – это неправильно, это нехорошо. Как я сказал, можно использовать и опавшую листву. Во-первых, хороший укрывной материал. Во-вторых, потом служит пищей для дождевых червей, которые остаются на участке на вашем, то есть это всегда положительно. Но деревья, которые растут на вашем участке, я имею в виду плодовые, вот их листва, она сгнивает очень быстро. То есть, скорее всего, на всю зиму не хватит ее. Гораздо эффективнее использовать дубовую листву. Дубовая листва гниет достаточно долго. Ну или, скажем, березовая, вот как в нашем случае березовая я насобирал, каштана листву или клена листву. Вот более эффективно ее использовать. Но имейте в виду, если вы решили использовать листву, то она должна быть обязательно сухой. Поэтому заготавливайте в сухое время, когда солнечный денек, и храните в сухих помещениях. Часто возникает проблема убирать потом эту листву, когда наступает весна, убирать ее вот с этих вот укрытых растений. Могу вам дать интересный совет. Берите вот такие вот капроновые мешочки, в которых часто овощи у нас продаются, и набивайте листву внутрь этих мешков. И уже вот такие подушки, собственно говоря, раскладывайте у тех растений, которые вы собираетесь утеплить. Греть они будут точно так же. Но, повторюсь, листва должна быть сухая. А как она будет зимой, спросите вы. А вот для этого лучше сверху все это еще и прикрыть. А чем же накрыть листья, чтобы они оставались сухими? Ни в коем случае не используйте целлофан. Используйте специальное агроволокно. Великолепный материал. Он дышит, как бы, пропуская через себя воздух. То есть листья будут оставаться сухими. Но единственное, натяните агроволокно на какой-то каркас, создавая еще дополнительную воздушную прослойку. Вот тогда ваше растение точно хорошо перезимует. Итак, сегодня я вам рассказал о зимнем укрытии растений. Занятие, безусловно, нужном, но главное не переусердствуйте с этим. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты. А лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. И желаю вам, чтобы эта зима прошла для ваших питомцев благополучно. Спасибо. 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 Спасибо.